Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 11 мая. Весна в этом году очень поздняя, затяжная. Наконец-то мы снимаем укрытие с винограда и разговариваем про первые весенние работы на наших виноградниках. И, кроме того, я отвечу на некоторые ваши вопросы, которые появляются, особенно у новичков, в это время. Все, снимаем укрытие. В этом году мы додержали по максимуму. Будем надеяться, что погода теперь уже будет благоприятная. Конечно, большинство лос уже попросыпалось, но в разной степени. Видите, здесь такие уже большие побежики. Вот они. У кого-то чуть поменьше. Ну, а кто-то только-только просыпается. Конечно, то, что почки проснулись, это вообще вполне ожидаемо. А как-никак на дворе 11 мая. Но мы вынуждены были держать под укрытием там долго из-за неблагоприятных погодных условий. И разница, да, почему так просыпаются. С одной стороны, вот здесь ряд прибалтов. Они часто просыпаются позже остальных. Ну, а с другой стороны, место здесь рядышком. Соседский дом от него тень идет. И здесь всегда снег лежит до последнего. То есть здесь просто прохладней. Поэтому и просыпаются растения здесь тоже чуть-чуть позже. Ну, в нашем случае это, я бы сказала, даже плюс. И следующий этап, который нам нужно сделать после того, как мы открылись, это, конечно же, сухая подвязка. Итак, подвязка. В общем-то, здесь все просто. Мы лозы поднимаем с земли и подвязываем на нижнюю проволоку. Так как мы формируем кусты со смещённой зоной плодоношения, ссылку на видео по формировке я вам оставлю, то смотрите, вот здесь, вот здесь у меня сидит один кустик и вот там за столбиком второй. Я отмечу, отмеляю примерно серединку куста и начинаю наматывать лозу. Стрелку плодоношения в одну сторону, вот от этого кустика, да, и в другую, вот от этого. И получается таким образом, что у меня плодоносить будет вот тот кустик, вот здесь, над своим соседом. Вот, смотрите, я теперь отошла чуть подальше, вот я вам показываю. Вот этот куст, два побега идут вот туда. И вот кустик, оп, и его побеги идут сюда. Получается, у того крайнего кустика сейчас два рукава, две стрелки плодоношения. У вот этого четыре. Два в одну сторону, два в другую. Вот там тоже сидит кустик, уже в ту сторону не показываю. Вот в эту идет один побег и второй. Как мы подвязываем, мы просто оборачиваем лозу вокруг проволоки. Если вам это страшно, неудобно, хотя возогнется, да, ничего тут страшного нету. Ну, если вам неудобно, пожалуйста, веревочками, проволочками, чем угодно, топинер можно использовать. Вы пришпиливаете лозу к этой самой нижней проволоке. Осенью я вам показывала обрезку на кордон, тоже ссылку на видео оставлю. Все абсолютно то же самое. Вот рожки, которые мы оставили. И вот проволочка, поскольку крутить здесь уже было неудобно, подвязали. Также можно использовать систему усиленного плодового звена. Запускать две плодовые стрелки на одну проволоку. Вот абсолютно нормально. Вот тоже, смотрите, нулевой кустик. И две стрелочки, перевитые между собой. Потом у нас будет нормировка зелеными побегами. Мы выберем лучшее, худшее уберем. И хватит им здесь вполне места. Ну, это такая классическая схема. Если кустик молодой, если по каким-то причинам там лоза, например, плохо вызрела. Вот, смотрите, здесь у нас коротенькое что-то, да. До проволочки не дотягивается. Что делать? Ну, в принципе, ничего. Оставьте так, как есть. Все равно она коротенькая. Там какие-то почечки пойдут. Тогда мы, когда дорастет до этой проволоки, до следующей будем подвязывать вверх. Ну, а пока, ну, что поделать, если здесь не выросло. Ничего страшного. Пусть растет, значит, оттуда. Ну, это, скажем так, классическая схема подвязки. Тем не менее, по классике выходит подвязывать не всегда. Здесь, смотрите, три получилось. Два на одну плоскости. Один на второй. Так вот, повторюсь. По классике получается не всегда, потому что виноград не знает о наших формировках. И виноград не знает о наших учениях. Он растет так, как у него получается. И как бы мы ни прикладывали усилия, все равно есть какие-то непредвиденные обстоятельства. Почему получается не так, как мы хотим. И это абсолютно нормально. Вот, смотрите, это у нас зилга. Кусту лет 10. Может, даже и больше. И, в общем-то, мы подвязываем его так, как у нас получается. И формируем его так, как у нас получается. Есть место на шпалере, значит, мы его запускаем на это место. Вот, смотрите. Вон, голова пуста. И сейчас буду вести вот в эту сторону. И фактически тут на всю шпалеру все растянуто. То есть мы просто максимально используем площадь шпалеры. Вот и все. Куст мощный, куст сильный. Место есть, место позволяет, пока молодежь здесь еще шибко не выросла. И чтоб место не пустовало, мы ее и формируем. Ну, конечно, мы соблюдаем принцип, да, что виноград плодоносит на побегах прошлого года. Мы закладываем в горизонт вот эти вот побежики. Да, вот, а это видно. Это старая лоза. Это тоже старая, да, следующего года. А вот потом пошла молоденькая. То есть здесь мы и формируем, и подвязываем ровненько так, как у нас получается, чтобы максимально использовать то пространство, которое у нас есть. Вот здесь вот в центре, да, оказалось бы пусто. То есть можно было бы какой-то побежик и сюда завернуть, подвязать. Но у нас на второй плоскости вот там плодовая стрелка молодого кустика. Поэтому мы уже здесь оставим свободным, чтобы лучше проникало солнышко. И тому кустику тоже было хорошо расти. А так, в принципе, если бы вот здесь никого больше не было, то можно было бы какой-то побег завернуть сюда в центр. Для того, чтобы рационально использовать место. Еще один пример подвязки, который несколько отличается от нашей стандартной схемы. Кстати, вот это молодые кустики. И я вам оставлю ссылку на видео, как я их осенью обрезала и почему я обрезала именно так. И вот смотрите, вообще вот здесь сидит в одной яме два куста. Это мои легендарные макузани. Много раз о них рассказывала. Очень были слабые черенки, которые мне пришли. Очень были слабые саженцы. Тем не менее, к кусту третий год. Куста. В прошлом году я уже собиралась в них урожай. Прекрасная лоза. Тут вообще все замечательно. И вот смотрите. Ну, кроме того, что здесь немножко нестандартная обрезка, да. Там рожки. Дальше у нас пошла плодовая стрелка. Вот место подвязки. Да, приблизительно серединка между кустами. Но пока там кустик еще маленький совсем. Вот он только начинает расти. Поэтому у меня есть место на шпалере. И видите, вторую плодовую стрелку. Она, кстати, довольно коротенькая. Если бы я ее начала подвязывать отсюда. Ну, вот может вот так вот она бы дошла. А там у меня пусто. Зачем мне держать пустое место, если я могу его использовать. И видите, я подвязала там вот этот побег. Вот таким образом. И уже вот эта площадь у меня будет задействована. Точно так же, смотрите, другой кустик. Он планировался идти полностью в другую сторону. Четыре плодовой стрелки. Туда. Я вам уже говорила про усиленное плодовое звено. Но его сосед, видите, растет хорошо. Здесь, в общем-то, все занято. Да, и мне, может быть, подвязывать уже не совсем удобно в ту сторону. Там у меня, видите, с той стороны три побега. Два я вставлю и подвяжу в ту сторону. А вот здесь, опять же, у меня пустая серединка. И здесь только один побег. Поэтому мне сейчас логично какую-то из этих лоз развернуть в ту сторону. Вот, кстати, смотрите, от третьих побега два примерно одинаковой длины. А третий, короче, у всех. И мне его даже не совсем, вот у нас, где-то в центре куста, не совсем удобно его подвязывать. И вот его я как раз и разверну. И вот смотрите, что в итоге получилось. Вот он короткий побег, более короткий. Я его развернула. И видите, докуда он доходит. То есть он идеально сейчас занимает свободное место. А вот те два подвязаны ровно к середине между кустиками. И будут расти над головой своего соседа. То есть все получилось с этой стороны идеально по классике. Если вас смущает, что вот здесь и здесь везде почки, потом все, что ниже проволок, мы уберем. За некоторым исключением вот здесь почечки. И у нас останутся только те, которые вот на подвязанных лозах. Но об этом мы с вами поговорим в отдельном видео. И как обещала, ответы на ваши вопросы. И первый вопрос, который зачастую появляется у начинающих виноградарей. Надо ли обрабатывать в это время лозы? И чем обрабатывать? Мнение на этот счет масса. Говорить, что какое-то правильно, какое-то неправильно. Я думаю, что не совсем корректно. Я вам расскажу, что делаем мы. Опять же, существует мнение, что вот мы открыли, обработали лозы медным купоросом. Но дело в том, что если у нас на зиму лоза уходила крепкой, здоровой, то смысла, а еще если мы осенью обработали, да, то смысла в такой ранней весенней обработке, в общем-то, нет. К тому же, смотрите, мы сейчас раскрыли наш виноград. И я вам показала, там уже почка. Поздно ли обрабатывать медным купоросом? На самом деле нет. Но зависит от концентрации. То есть, если по закрытым лозам мы обрабатываем, если мне не изменяет память, 3% раствором, то уже по почке таким раствором обрабатывать нельзя. Надо брать 1%. Но, смотрите, здесь важно задать себе вопрос. Отчего я обрабатываю медью? Вот в нашем регионе вообще мы ранних весенних обработок не делали. Но в последние годы у нас стал появляться антракноз ввиду таких вот странных затяжных холодных весен. И медь хороша от антракноза. На самом деле любой препарат, будь то минокупорос, бордовская смесь, абегопик, либо что-то еще, не важно, да, тот препарат, который вы достанете, единственное, соблюдаем инструкцию по применению, соблюдаем концентрации. Так вот, все препараты меди, они контактные. И смотрите, если мы обрабатываем вот по такой почечке, сейчас вот эти побеги начнут расти очень-очень быстро. Ну вот покроет медь вот здесь вот чуть-чуть что-то, да, и все. А дальше, то есть почка уже раскрыта, если, ну так, теоретически подумать, то предитель, да, вот этот грибок может уже сидеть там, и мы до него не достанем. То есть особого смысла обрабатывать по такой почке нет. И здесь я еще раз хочу подчеркнуть, что мнения могут быть разные. Кто-то может считать, что обязательно надо обрабатывать, но хочется обрабатывать, и я считаю это не совсем нужным. Точно так же, если мы говорим о системных препаратах, которые проникают в лист и начинают убивать в ахе микроорганизмы, да, профилактические препараты. Мы еще про препараты и про средства защиты отдельно будет видео, там подробненько все это обсудим сегодня кратенько, да. Системный препарат, ему надо во что-то проникнуть. Если почечка там совсем маленькая, то площадь вот этого проникновения, она тоже очень маленькая, ну и в принципе особого смысла в этом тоже, я считаю, нет. Если уже начинать какие-то обработки, то хотя бы чтобы 5 листиков было, тогда у нас уже есть какая-то листовая поверхность для проникновения, для всего. Но если вам очень-очень хочется обработать, то вот сейчас какой группой препаратов есть смысл это делать? Это препараты био, бактериальные препараты. Потому что, когда мы ими обрабатываем, то вот те микроорганизмы, которые там содержатся, они же потом могут на лозах и жить. Поэтому смело можно обрабатывать по почкам, по лозе, землю вокруг. Вот это точно не помешает. Насколько от этого будет польза, сказать сложно. То есть это надо было бы испытывать, иметь один ряд обработанных, второй не обработанных, чтобы это были растения одного сорта, тогда мы могли это смотреть. Ну, нет у нас таких экспериментальных площадок, но логика в таких обработках есть. Поэтому, если хотите, любые биопрепараты можно использовать. Единственное, что да, я к некоторым таким препаратам отношусь скептически. Допустим, тот же фитоспорин в свое время, я не увидела от него никакого эффекта. Ну, там что там, сенная палочка в спящем состоянии. И некоторые советуют ее разбудить. Можно термофильный чай делать, можно делать аррируемый компостный чай. Во всяком случае, вреда от этого точно не будет. Ну, и в принципе, польза логична. Доказать, конечно, может быть сложновато. Следующий вопрос. Вот здесь как раз хороший пример. Мы видим, что почки у нас проснулись вот до сюда. А дальше идет лоза, скорее всего, что мертвая. Надо ее убирать сейчас или не надо? Вот здесь вообще ответ очень простой. Насколько вам удобно. Видите, здесь почки проснулись еще совсем мало. Хотя видно, вот здесь проснулось, да? Вот здесь проснулось. Они примерно одного размера. То есть, по идее, уже вот тут должны были быть такие же почечки. Но, во-первых, можно подождать. Кто-то еще здесь может проснуться. А во-вторых, вопрос удобства. То есть, если нам вот эта вот даже черная часть лозы, ну, удобно ей подвязать, как я сделала в этом случае. Видите, она длинная. Ну, а то я ее подвязала. А потом, когда мне уже, во-первых, когда я буду видеть, что там почки точно не проснутся, если она мне будет мешать, я тут хвостик уберу. Если вы считаете, что вам вот этот черный хвост мешает, вы уверены, что он мертвый. Ну, иногда это видно прям по лозе. Вот здесь вот, в этом месте. То есть, все это видно. И вот здесь, что почка черная. Можно смело убирать. Но постарайтесь убирать так. Напоминаю, да, что весенняя обрезка. Если почка не проснулась, для лозы ничего страшного. Если почка проснулась, то весенняя обрезка будет ослаблять рост нашего кустика. Поэтому аккуратненько с конца, где видим совсем черное, но до зеленого лучше не дорезать. Да, чтобы сейчас уже лоза не плакала. Нужно подождать еще обрезать позже. Но хочется сейчас лишнее уберите. Ну, так, оставьте запас еще вот этого мертвого лоза немножко. В общем-то, пока наша первая работа на винограднике, это подвязка. Следом будет нормировка зелеными побегами. Но пока еще почечки маленькие. Пока еще можно немножко подождать. Более подробно о нормировке зелеными побегами чуть-чуть подрастут наши почечки и выйдет отдельное видео. Также отдельно с вами поговорим про средства защиты растений, про профилактику от заболеваний. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok